Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Биткоин тестирует нижнюю границу Боллинджера, и это сделало многих супер-пессимистами, которые кричат изо всех углов о глобальном развороте, о капитальном падении главной криптовалюты. Что ж, я расскажу вам, почему я не сильно обеспокоен этой ситуацией и тем, что это, возможно, уже конец цикла. Я расскажу вам конкретно, какие маневры я буду предпринимать и почему эта часть цикла до сих пор невероятно плодотворная для тех, кто проводит большой анализ в поисках альткоинов с низкой рыночной капитализацией. Мы посмотрим на историю и проанализируем то, что уже было, и на основе этого я сделаю прогноз, что должно произойти в ближайшие недели. И как обычно, сценария будет два. Первый, что это действительно конец роста биткоина или, по крайней мере, его пауза. И второй сценарий, что это просто небольшая коррекция во время очень длинного и невероятного путешествия к неизвестным высотам. А если вам нравится такой контент, не забудьте поставить лайк, а также подпишитесь на канал, если вы тут впервые. Здесь мы говорим о криптовалютах каждый день. Давайте уже наберем 100 тысяч подписчиков, осталось совсем немножко. Начнем с того, что IT-директор Гугенхайма ожидает, что биткоин упадет до 20 тысяч долларов. Очень иронично, что они видят биткоин за 20 тысяч долларов, ведь совсем недавно они же прогнозировали биткоин за 400 тысяч долларов. Конечно же, криптоэнтузиасты быстро и четко на это указали в Твиттере. В первой Гугенхайм ожидает биткоин за 400 тысяч долларов, а во второй уже за 20 тысяч долларов. Да, бывает, что и крупные институционалы ведут себя как хомяки, покупают на вершине, а продают внизу. Видите, даже большие финансовые институты могут не соблюдать риск-менеджмент и не быть достаточно терпеливыми, чтобы дождаться, когда их позиция окажется в профите. Вот как мы, например, 3 года страданий и здравствуйте прибыли. Мы же не продали, и поэтому наше терпение было вознаграждено. Возможно, ситуация с этим Гугенхаймом показательна. И так мы поймем, что оказывается, институционалы не настолько стальные, чтобы держать биткоин во время падения. Но есть, конечно, олдфаги, Майк Новоградз или Тим Дрейпер. Они показали, что могут держать биткоин даже во время самого капитального Армагеддона. Но вот эти все новенькие могут так же быстро выскочить из биткоина, как и заскочили, если запахнет жареным. Боллинджером, создателем индикатора полосы Боллинджера. Он говорит, что биткоин на данный момент тестирует низы, которые были 11 января. Но объемы при этом куда ниже. И эти низы совпадают с нижней границей полос Боллинджера. И да, на этом рынке все происходит очень быстро, но тем не менее. На скриншоте биткоин только тестирует нижнюю границу. А по факту успел даже пробить ее и вернуться обратно в ее пределы. Что, безусловно, является позитивным сигналом. Ведь вторая свеча нашла поддержку как раз на этой нижней границе. Соответственно, если эта нижняя граница удержится, то рост главной криптовалюты продолжится. Кстати, тоже очень хорошо, что уровень этой поддержки находится на тех же уровнях, от которых биткоин уже отскакивал вот здесь и вот здесь. Так что уровень в 30 113 долларов оказался ключевым. Но, ребята, давайте пойдем еще дальше и подумаем, а возможно ли, что биткоин действительно падает до 20 000 долларов. Что это будет значить для нас? Давайте сначала изучим прошлый пик в 2017 году. Он был в декабре 2017, после чего произошла 50% коррекция. Цена опустилась до 10 000 долларов. Потом отскочила до 16 000, и затем неспособность преодолеть эти уровни сопротивления привели к медвежьему рынку. Между этими двумя вершинами прошло около двух недель. И за эти две недели тогда мы увидели невероятные движения от альткоинов. За две недели некоторые умудрились дать даже 10-20 иксов. Вот, например, трон за этот период вырос до 30 центов с цены, которая исчислялась даже меньше, чем 1 цент. Или вот, например, нео вырос с 20 долларов до 200 долларов. Просто 10 иксов. Кардана тоже выросла до более чем 1 доллара за монету спустя 2-3 недели после того, как биткоин достиг своего настоящего пика. Ну и, конечно же, нельзя забывать XRP, который стоил меньше 1 цента, а вырос до 4 долларов почти. Очень взрывной рост показал. Дело вот в чем. Мы еще не видели толком похожее движение в основных альткоинах сейчас. Так что я думаю, что и на этот раз должно что-то случиться. Когда биткоин достигнет настоящего пика, большие игроки будут засматриваться на монеты поменьше. Вот что случится с самыми интересными альткоинами. Это будет могучая игра для больших игроков, но и мы тоже можем поучаствовать в этом. До сих пор, даже несмотря на такой взрывной рост биткоина, который мы видели недавно, мы не видели такого же дикого роста среди основных альткоинов из топ-10 или топ-50. Так что я думаю, что на протяжении 2-3 недель после достижения биткоином настоящего пика, мы увидим дикий взрыв альты. Так что у нас будет еще очень много возможностей и кроме биткоина. Давайте посмотрим на график капитализации биткоина. Всего месяц назад биткоин за 20 тысяч долларов казался какой-то астрономической суммой. Давайте немного масштабируем картинку и увидим, что биткоин начал падать по капитализации. Если он сейчас продолжит стагнировать, то возможно эта цифра откатится даже где-то до 400 миллиардов долларов. Вот сюда. И что же это означает? Это означает, что огромная ликвидность может быть запамплена в такие проекты, как DeFi, например. И мы не должны об этом забывать. Больше 23 миллиардов долларов уже находится в DeFi. И вот почему в последние 2 недели я фокусируюсь на альткоинах с невысокой капитализацией. Делаю анализ, работаю в поисках новых диамантов. Кстати, видео по этому поводу я тоже готовлю. Оно выйдет либо завтра, либо послезавтра. И здесь тоже нужно упомянуть о стратегии обнуления риска. Наверное, я один из первых, кто публично о такой стратегии заявил. Как только ваш альткоин делает чудесным образом 5 или 10 иксов, обязательно возвращайте свое. А остальное переведите, например, в биткоин или эфириум. Организуйте себе план, не обязательно повторять за мной. У вас должен быть свой собственный план, которому вы следуете, иначе будет беда. Посмотрите на этот график, он отображает настроение любого параболического роста. Сначала у вас неверие. Именно тогда, когда начинается первая распродажа. Это называется медвежьей ловушкой. Люди попадаются в нее, когда начинают думать, что вот-вот начнется сильное падение. Здесь приходится либо поддаваться своей психологии, либо пересилить самого себя, чтобы действовать не так, как остальные. А это на самом деле очень сложно. Если сравнивать этот график с графиком недавнего поведения цены биткоина, то они очень-очень подозрительно похожи. Инвестирование в криптовалюту это либо инвестировал и забыл на пару лет, либо же психологически воюешь с самим собой и всем рынком заодно. Ведь криптомир создан только для хищников. Большие деньги жрут маленькие. Они не хотят, чтобы вы разбогатели. Поэтому, если вы легко подаетесь эмоциям, то наверняка потеряете здесь больше, чем заработаете. И это возвращает нас к моей стратегии. Возвращайте свое. Когда в рынке лежат деньги, на которые вы не горбатились, вам будет легче управлять своими эмоциями и строить настоящий план действий. Ведь вы не будете бояться потерять. У меня тоже есть план действий. Кроме всего того, о чем вы знаете, я постоянно ищу новые технологии. И это могут быть даже не криптовалюты. А тем временем, даже несмотря на эти коррекции и падения, я все еще уверен, что биткоин в долгосроке покажет себя еще лучше. И даже если у него закончится топливо, я не беспокоюсь. Потому что в моей стратегии предусмотрено переключение на альткоины с малой рыночной капитализацией. Ради этого я собрал команду, которая каждый день только и занимается тем, что шерстит рынок. А на этом все. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Для меня всегда приятно, каналу помогает расти. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируйте, делитесь видео с друзьями и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok